Сегодня основная часть решающего процесса по договоренности с подсудимым и судом прошла за закрытыми дверями. Судья зачитывал приговор больше часа. Открытыми для журналистов были лишь последние пять минут. Признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ и назначить каждому наказание в виде лишнего свободы на срок 3 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ данное наказание считать условным в цене в каждом испытательном срок 3 года. Мужчины были признаны виновными в даче взятки. Приговором оба остались недовольны. Как следует из уголовного дела, 50 тысяч рублей они пытались дать сотрудникам Ростехнадзора, чтобы те не выносили постановление о наложении штрафа. В результате проверки исполнили документацию, какие-то замечания нашли. И они требовали для того, чтобы этот вопрос не вышел, хотя никакого акта не было. Все на уровне вымогательства. Также один из мужчин обвинялся в невыплате зарплаты 26 сотрудникам. Сумма долга была в районе полутора миллионов рублей. Следствие и судебные заседания длились почти два года адвокату и подсудимому. Поэтому обвинению удалось доказать невиновность. Задолженность по зарплате образовалась, потому что, во-первых, форму КС-2 не подписывает генподрядчик. И в связи с этим образовалась задолженность взаимная и не поступали платежи от генподрядчик. Это единственный источник, откуда деньги идут на зарплату. В законную силу приговор еще не вступил. Мужчины и их адвокат намерены обжаловать его в вышестоящем суде. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.